ОПЕК ПЛЮС Отметим, накануне Рейтер сообщил, что страны Евросоюза предварительно согласовали лимит цен на нефть из России в 60 долларов. В ожидании прояснения ситуации вокруг нефтяного рынка трейдеры займутся изучением данных по торговому балансу Германии и доклады главы Бундесбанка. Также будет оглашено сальдо бюджета Франции, статистика по рынку труда Испании по еврозоне опубликует индекс цен производителей и запланировано выступление руководства Европейского Центробанка. В США выйдет статистика по обрабатывающей и добывающей промышленности, в Канаде данные по рынку труда. Наконец, на пятницу запланировано 96-е заседание экономического совета СНГ по вопросам промышленной политики и производственной кооперации. Рынки ждут воскресного заседания ОПЕК+. Так, котировки фьючерсов на нефть выросли в среднем на 0,63%. Бренд торгуется по 84 доллара 75 центов WTI по 78 долларов 69 центов. Заседание ОПЕК+. было запланировано на 4 декабря. В ожидании этого события трейдеры оценивают вероятность нового сокращения добычи нефти на фоне рисков спроса и предложения. При этом, агентство Reuters пишет, что ОПЕК+, вряд ли изменит уровень добычи нефти, о чем сигнализирует онлайн-формат заседания. Агентство добавляет, что в центре внимания на встрече также будет ожидаемое введение потолка цен на нефть. Между тем, по информации The Wall Street Journal, Уолл-стрит в целом настроена оптимистично в отношении нефти. Здесь убеждены в повышении цены в 2023 году до 110 долларов. Более подробно эту тему обсудим. С экспертом по нефтегазовой отрасли Олжисом Байдальдиновым. Он сейчас с нами на связи. Господин Байдальдинов, здравствуйте. Добрый день. Участники ОПЕК+, заявляют, что планов по увеличению квот пока нет. Но в то же время мы наблюдаем, как Ирак сообщил о планах увеличить экспорт нефти. Хоть они не превышают при этом квоты, такие идут действия вразрез с планами самого картеля. Может ли это повлиять на рынок в целом и как? Сейчас на рынке больше, наверное, каких-то панических настроений. И я думаю, что декабрь очень принципиальный для рынка нефти. Потому что предновогодний ралли, который, как правило, начинается где-то перед Рождеством в западных странах, оно очень определяющее является для следующего года. Если мы не увидим какого-то ралли и роста цен в конце года, значит, следующий год он будет не очень комфортным в плане нефтяных потировок. Сейчас высокие цены невыгодны странам-потребителям, естественно. При этом уровень 80-90 долларов в целом для производителей достаточно оптимальный. И, наверное, я думаю, для Азербайджана, для Казахстана в целом приемлемый уровень. Главное, чтобы это было без скачков. По поводу наращивания добычи Ираком, это удивительная страна вообще в целом, если есть минутка. Я всегда пристально наблюдал за ситуацией в этой стране, потому что после операции, которая там была в начале 2000-х, говорилось, что Ирак станет новым лидером нефтедобычи в мире, опередив Саудовскую Аравию. Запасы у этой страны действительно есть. Себестоимость низкая, инфраструктура в целом есть. Но какие-то высокие уровни добычи мы так и не увидели. Сейчас они добывают в районе 4-6 миллионов баррелей в сутки. У них достаточно активно работают, если не ошибаюсь, китайские компании в том числе и западные компании. Нарастить добычи они могут, но в глобальном масштабе это, конечно, не повлияет на что-либо. Здесь нужно отметить, что, в принципе, МЭА прогнозирует в следующем году среднегодовой уровень на нефть, спрос на нефть выше 100 миллионов баррелей. Мы к этой цифре приближались периодически в некоторые какие-то периоды. Ну, то есть, там, в какой-то одной неделе выбранной, может быть, месяц какой-то отдельный был. Но чтобы среднегодовой уровень в таком большом масштабе был, такого еще не было. То есть, спрос на нефть в мире растет. И по прогнозам самого ОПЕК, и МЭА, в принципе, все страны ОПЕК готовы наращивать добычу, но я думаю, они сейчас не готовы, скажем, да, чтобы так не портить нефтяные цены. Они не готовы об этом объявлять. И ждать, что вот сейчас они на заседании скажут, мы увеличиваем добычу, они вряд ли это сделают, потому что это, ну, там, на 5 долларов, наверное, приземлиться. В то же время на стоимости нефтяных фьючерсов отразились текущие события в Китае. В частности, речь идет о протестах и спаде в экономике из-за ковид-ограничений. Будут ли котировки все же приходить в порядок, приходить на прежний уровень? Или все же вот эти события окажут действительно влияние, и цены, которые наблюдаются сейчас, сохранятся на рынке нефти? Да, в Китае не очень понятная ситуация на самом деле происходит. Это сосед Казахстана и крупный внешнеторговый партнер. Сейчас у них действительно ужесточены различные вот такие, ну, введены вот такие ограничения, в том числе они касаются и границ, и грузов, и всего остального. Эта ситуация на нас в том числе влияет. Но как она будет развиваться, сейчас, думаю, ну, никто точно не скажет. Вирусологами мы, конечно, все там год назад были, но сейчас, наверное, навыки все подрастеряли. Не очень понятная, какая ситуация будет. Но я могу сказать, что в любом случае мировые прогнозы говорят о том, что спрос на нефть будет расти и в 2023-2024 году. Страны ОПЕК+, например, Саудовская Аравия, сказала, что они за 5 лет нарастят добычу до 13 миллионов баррелей в сутки. Сейчас они где-то 10,2-10,5 плюс-минус вот так добывают. Объединенные Арабские Эмираты сказали, что почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки увеличат добычу к 2025 году. Мощности сейчас вводятся в строй, скажем, да, ну, они в процессе, да. То есть в любом случае все страны ОПЕК наращивают добычу нефти, понимая, что COVID или какие-то ограничения, они могут быть, но они, в принципе, временные. И вот этот долгосрочный тренд на спрос, да, рост и спрос на нефть, он никуда не изменится. Но для наших стран, Азербайджан и Казахстана, я думаю, это хорошо. В то же время есть заявление со стороны экспертов, что цены на нефть могут подскочить аж до 120 долларов на фоне обещанного Москвой отказа продавать сырье ниже рыночной цены и в то же время введение потолка цен на нефть. Насколько вероятен прогноз нефтяного цен на нефть выше 100 долларов и как долго могут сохраняться такие котировки? 100 долларов, 120 долларов, даже звучат некоторые прогнозы, 250 долларов, если вот российская нефть будет уходить. Конечно, какие-то колебания могут быть. Мы помним 2008 год, когда 147 долларов за бренд была цена и казалось, что эти времена пришли навсегда, а потом они упали до 33. Я не думаю, что мы можем увидеть какой-то долгосрочный тренд в виде высоких цен. Они наверняка будут в районе 100 долларов в среднегодовом выражении в следующем году, ну там 90-100, наверное, где-то вот так. Кратковременные скачки, да, действительно могут быть, там и 120, может быть, и 150 мы можем увидеть, если на Ближнем Востоке что-то будет происходить. Но долгосрочным этим трендом это не будет. И в завершение, в целом, что, по вашему мнению, можно ожидать от встречи ОПЕК+. ОПЕК, на мой взгляд, сейчас очень сложные времена переживает и ОПЕК, и ОПЕК+. Многие страны находятся под санкциями, Венесуэла вроде как из этих санкций выбирается, Ирак, точнее Иран, наоборот, вроде утопает в этих санкциях, но при этом говорит, что мы добычу нефти не снизим. Россия сейчас находится также под санкциями, при этом Саудовская Аравия сказала, что вот это соглашение ОПЕК+, без России невозможно, и они не готовы сейчас без России разговаривать. То есть, очень сложная ситуация для них, но понятно, что если бы мы с вами были министрами энергетиками или главами, скажем так, этих нефтедобывающих государств, мы бы тоже такие неопределенные вещи говорили, чтобы цены на нефть подрастали. Они в последнее время стали играть на этих настроениях, и вот эти заседания, скажем так, в пятницу вечером, на выходных, они как раз-таки сделаны для того, чтобы на бирже не было каких-то махинаций, спекуляций по поводу каких-то утечек и так далее. То есть, в любом случае, я думаю, сейчас ничего революционного они говорить не будут, скажут, что мы придерживаемся того соглашения ОПЕК, которое было достигнуто в предыдущие годы, скажут, что мы готовы рассматривать после того, как нормализуется ситуация в мире. Но я думаю, что в большей степени это вопрос к взаимоотношениям Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, которые сейчас не на очень хорошем уровне. Ну что ж, нам остается ожидать только стабилизации на рынке нефти. Спасибо за то, что подключились. Я напомню, на связи с нами был Олжес Байдельдинов, эксперт по нефтегазовой отрасли, ведущий авторской программы Байдельдинов нефти. Мы продолжаем выпуск. Представители компаний из Болгарии, Греции, Венгрии и Румынии подписали документ о продлении срока действий меморандума о взаимопонимании по реализации проекта «Вертикальный газовый коридор». Об этом сообщает оператор интерконнектора «Греция-Болгария». Подписанный сторонами документ оговаривает сотрудничество между компаниями по проекту газового коридора, который соединит сети четырех стран и позволит им транспортировать голубое топливо в регион. Отмечается, что начавший коммерческую эксплуатацию 1 октября интерконнектор «Греция-Болгария» является ключевой частью развития проекта «Вертикальный газовый коридор». Интерконнектор «ИГБ» создает возможности для транспортировки природного газа в соседние страны, в Восточную Европу, а также в Молдову и Украину. Соединяя транспортные сети Греции и Болгарии, он обеспечивает прямой выход на трансадриатический газопровод и таким образом делает Болгарию частью южного газового коридора. После планируемого в 2024 году увеличения мощности интерконнектора с 3 до 5 миллиардов кубометров в год, расширится возможность развития вертикального коридора, который может стать важным складом в энергетическую безопасность и устойчивость в регионе. Редактор субтитров А.Семкин